мои дорогие я в ожидании гостей сегодня у нас рождество я сейчас это лицо спиртом да кто-то скажет не надо ну жир убирает а у меня есть весь жирный сама я тоже не худышка так вот мои бы вам пожелания до чтобы я хотела вам пожелать на рождество не критиковать и других потому что во первых критика разрушает отношения если вы без конца критикуете своего мужа и жену во вторых вас удаляют с каналов раз и навсегда за ваши комментарии да за вашу критику зачем вот вам это надо вот люди не знаю получают удовольствие что ли от критики в общем критика наверное одно из самых плохих что человек может сделать для себя потому что понимаете человек же разрушает свою жизнь в первую очередь критикой да ну а как иначе то че еще жизнь разрушает тем что он критикует и тем что он отталкивает людей от себя скажите мылась мылась на лице все равно и какие-то остатки косметики а ну да конечно же косметика себе уже с утра малевал дизу спать и забыла совсем эта фигня ты меня вскочила не знаю все короче предоставлены не да я малевал в общем конечно это рождество да но она не такое как всегда у меня папа наш еще не похоронен не предан земле он еще в холодильнике так тоже могу обрести с вас критику да как же так вот они сидят за столом за праздничным ну это тем кто смотрит нитин канал тем понятно так смотрите я вот то что сделала то сделала сама вчера да надо еще подделать чтобы было лучше а галичера получила комментарий из канала галина горе франц что волосы мокрые расчесывать не надо ну в общем я не знала да мне же всю жизнь короткие волосы были но большую часть моей жизни это вот самое длинное что мне когда-то были когда я приехала тоже были такой же длины потом учета начала стричься 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 а при все короче и короче но конечно когда те короткие волосы так разные стороны разбросал расчесался а в детстве нет уже были короткие волосы мне никогда кос не было никогда ни одной фотографии с косой нету потому что принципе их не было мне не нравились длинные волосы надо было их расчесывать они путались и я мама просила подстричь потом не жвачка всегда была в волосах и она застревала у меня волосы выстригала в общем кто имеет волосы длинные с детства он конечно знает как за ними ухаживать как их расчесывать когда я на старости лет вот лох мы появились это совсем другая история так что еще хотела бы рассказать я не буду одеваться поэтому я вот так вот да стою мне вообще знаете а у меня вот подруги были фотографии в купальнике а там отдыхала на море при фотографии в купальнике ей их заблочили вроде как что-то там что-то не алё значит все эти звезды они могут фотографироваться как они хотят да но если простая женщина в купальнике вышла то все то все там уже там уже бит что еще на них купальники да а что еще хотела вам сказать да естественно пожелать мирного неба над головой как в детстве далеком советском детстве мои каждое поздравление заканчивали да и мирного неба над головой это это было стандартно это было во всех открытках какой бы праздник это не был и неважно кого мы поздравляли педагога подруга соседа под подругу соседа была такая добрая традиция во времена советского союза открытки слать кто родился позже то тут наверное не знаю что что мы вслали открытки сидели вечерами подписывали и учителям дарили и родным и подруги сейчас эта традиция сошла на нет но швед эта традиция осталась шведы до сих пор покупать новый открыток всем своим знакомым тут мне подруга моя бывшая прислала мне открытку с рождеством я и сразу порвала потому что потому что понимает да потому что потому что дружить надо уметь а если человек не умеет дружить то как говорится он мне не нужен знаете с возрастом становишься другим человеком и видишь эту критику и видишь это неприятие то есть видишь больше чем тебе надо по сути дела видишь больше чем надо да и когда уже то есть молодости на это не обратишь внимание не заметишь и пойдешь дальше да а в старости ты это уже ну не может этого принять понять и все такое подруга моя из этого дементного отделения не так и не написала ничего ну возможно уже ничего и не напишет а я буду сейчас смазаться этим кремом алоэ до гелем алоэ а что хочу сказать что рождество некоторые отмечают сегодня некоторые завтра кто 26 я я и не знаю чему это связано шведы лютеране они не католики меня спрашивают иногда католики католики нет и католики и вообще вы знаете религия в швеции приживалась христианство я имею ввиду приживалась очень долго очень трудно они не хотели у них была своя религия я вот не насколько это правда но читал когда князь владимир нашу родину руси крестил то тоже это вызывало много разных этих ну многие люди были против а этого всего и там даже доходило до самых крайних мер люди не принимали христианство но поскольку наше государство приняла христианство намного раньше чем приняла приняли так широко шведы может быть у нас это поэтому не освещается мы предпочитаем это не помнить это забыть но христианство вот и швеции тяжело тяжело но было принято люди не хотели и церкви так скажем не очень посещаем и мягко говоря не очень посещаем и любые да есть протестантские церкви но они тоже не очень посещаем и как говорится у последней черты мы вспоминаем о боге но а вы знаете нет не все последние черты вспоминают о боге у моего свекра не будет ничего в церкви я не знаю как что будет я не хочу про это говорить потому что с вас посыпется критика понимаете я бы вам рассказала гораздо больше но поскольку это хейтерство так приветствуется скажем прямо да люди любят хейтеров они считают что они продвигают каналы я совершенно не согласна я считаю что хейтеры наоборот забивают каналы что хейтеры приходят для того чтобы убрать людей с ютуба до таких слабонервных вот так поэтому я вам не могу рассказать все чего бы я вам хотела рассказать а потому что мне говорила мне не нужны никакие идиоты на моем канале да я не постесняюсь слова идиоты а так что еще мои дорогие все таки я осуществила свое желание это конечно не мечтает желание мечта это когда большая часть от тебя не зависит о желании это когда ты можешь все-таки осуществить я открыла дополнительный канал на английском языке на ютюбе у меня там но похожести будет контент но он такой будет более легкие знаете я вообще перешла чему я не стала смешивать дзен-канал и youtube канал потому что у меня youtube канал то был мой первый канал да и начинала я его в то время когда ушла моя подруга и не было очень тяжело вот три года назад в ноябре 4 пошел она ушла и не было очень тяжело мне было очень одиноко и я вот открыла свой youtube канал в этом году вот моя вторая подруга в отделении слава богу еще остались люди до моложе меня в друзьях ну и вообще пришла к выводу что надо брать человека все друзья моложе ну неважно там мужчину или женщину надо брать наверно моложе это может эгоистично но это знаете с какой-то мере практично потому что человек который моложе у него естественно больше сил больше здоровья нежели человек который тебя старше и таки я говорю я могу заблуждаться я не знаю да вот мой мое мнение но вот такое вот все что я хотела вам сказать про критику рассказала про то что не все последние черты вспоминают о боге все-таки мой свекор он скандинав да и все будет совсем по-другому кстати тут я узнала что когда в советском союзе тоже людей провожали последний путь что-то уже можно было пригласить священника церковь тогда ну по-другому все было но священника можно было пригласить и церковь работала я помню у нас из насколько это было правда и вот от моего поселка где я жила на улице бестужево уже в городе где-то 40 пешком может полчаса пешком смотря кто как ходил были такие приличные очень дома они всегда были закрытыми ставнями закрытыми заборами но не высокими на все равно это было очень необычно для того времени и ходили слухи что там живут священники но поскольку это все вот так вот у нас не приветствовалась до когда маленькая была ставни там никогда не открывались но я никогда не видела среди бела дня ни зимой ни летом чтобы были открыты ставни вот той частью которую не выходили на улицу а меня не крестили уже когда я была второй раз да там долгая история тоже не буду вам рассказывать потому что это опять будет целый бурак критики начало рассказала а я уже была подростком и многих тогда вот 50-е годы 60-е годы крестили тайна мою маму крестили тоже это не было так вот много их собраны на этом крещении в македонии в югославии такая ситуация была моя подруга она родилась который счет методом уделения народа сороковых годах и значит в конце сороковых ее крестили и это было тайно тоже тащила ее мама куда-то там в соседнюю деревню тайна то есть вот так вот это было тайно но люди этим занимались швеции это все открыто они крестят своих детей но некоторые даже два раза по обращены к богу бог у нас один даже такие случаи знаю как два раза крестят в одну в одной вере в другой меня тоже в одну вере в другой крестили так вот обращали как это называется короче не помню как называется очень вот так вот мои дорогие последняя черта это не значит что она всех одинаковая это советском союзе не смогли религии вытравить да и люди до сих пор как-то ходят церковь а все равно даже я знаю человек говорит про себя что откровенно атеист но даже сам откровенно атеиста все равно при случае то мы зайдем свечечку поставим поставим не подруга была старше меня она выросла советском союзе она говорила я не верующая но каждый раз когда мы были возле церкви на а пойдем свечечку то поставим на всякий случай куда я вам говорила тут у меня девушка знакомая швеции работала в церкви и я думала что она верующая а когда я пригласила да но я была уверена что она верующая когда и пригласила пойдем поставим свечку она такие глаза на меня вылупил ты чё я бога не верю ты чё вообще игру как 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 ты же церковь столько лет работала ну и чё это работа одно другому не мешает понимаете да ну вот так вот последняя черта честно говоря да мне грустно можете быстро говорю всем не угодишь что-то тебе будет говорить что ты говоришь быстро вот эти будут грешет говоришь медленно мои дорогие вы знаете что этих критиканов гоните просто в шею вот у вас критикан вот неважно кто это даже самые близкие ваши родственники потому что они потом вам будут пользоваться критика да они эти люди их невозможно остановить их даже танком не остановишь поэтому берем поганую метлу и гоним всех недоброжелателей всех этих комментаторов критиканов с плохими комментариями я имею ввиду гоним их в шею до скоро я вас буду поздравлять с наступающим на рождеством на новом годом рождеством да рождество я здесь буду отмечать свое она смысле наши заполио наша православная и мне уже будет спокойнее потому что папа уже будет похоронен да потому что сейчас мне как-то не не уютно мне не уютно что мы его не похоронили и мне не уютно что он захотел даже молитву вот такие дела мои дорогие такое пожелание очень жду вас комментах шоу